Что касается вопросов незаконной застройки, то антикоррупционная служба проводит судебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков. К другим темам. После трагедии в Каскелении в Алматинской области усилены меры безопасности. Обход дворов проводится ежедневно. Жителям объясняют правила эксплуатации отопительного оборудования. Заходят и в дома, где пользуются природным газом. Адильхан Сахари продолжит тему. В доме жительницы Талдыкургана Айжан Буршахпаевой установили вот такой датчик, который в случае утечки угарного газа будет подавать звуковой сигнал. Семья у пенсионерки большая – 9 человек. Топим печку в 5 утра, повторно топим вечером, на ночь не оставляем. Но после установки датчика бояться больше нечего, будем топить и ночью. Датчик позаботится о нашей безопасности. Такие сотрудники ДЧС рекомендуют устанавливать всем жителям частных домов с печным отоплением. Многодетным и малообеспеченным семьям датчики выдаются бесплатно. Их уже установили в 20 тысячах домах получателя адресной социальной помощи. Следить за состоянием печей важно, говорят спасатели. За последние два года в регионе зарегистрировано около 50 случаев отравления угарным газом. Четыре человека погибли. Печь должна быть в исправном состоянии. Трубы должны будут прощаться перед отопительным периодом, после отопительного периода и в период отопительного периода несколько раз. А также на отопительных печах не должно быть трещины. Все трещины должны быть замазаны, побелены. Обходят частные дома сотрудники ДЧС ежедневно. Они разъясняют правила безопасности при эксплуатации печей и раздают брошюры. Причем не только в домах с печным отоплением, но и там, где используют природный газ. В обходе участвуют и представители газораспределительных компаний и подрядчики. Людей инструктированы постоянно при приемке, при подключении. Наши ребята приезжают, рассказывают, как правильно подавать газ. Потому что газ – это не шутки. Если в минувшем году произошло семь случаев вспышки газовоздушной смеси, то с начала этого года уже два. Один из них трагический, как известно, случился в Каскелене. Адильхан Сахарел, Жасбой Басунов, Хабар-24, Алматинская область.